Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Алексей, мне нравится, как Вы в последнее время рассказываете нашим телезрителям о чем наши программы. Ну, может быть, мы сегодня сократим эту часть и сразу... Я не буду 15 минут рассказывать, да, о чем наши программы. И сразу с места в карьер. Мне по-прежнему интересно, просто в прошлых программах мы как-то заходили в эту тему, с чем приходят пациенты к Вам в кабинет. Ну, у нас были звонки от наших телезрителей, за что Вам отдельное спасибо. У нас и сегодня прямой эфир. Звоните. Телефон в студии 202-11-22. Сразу спрошу. Какие, может быть, интересные истории были у Вас за эту неделю? Не знаю, может быть, подслушано в трамваях, как говорят, или вот в кабинет все-таки люди приходили с какими вопросами? Ну, да, Елена, Ваш вопрос такой в нынешнем тренде, как можно было бы сказать. Мы очень любим слушать истории, рассказывать истории, неважно, где они, или не очень важно, где они происходят. И, конечно, истории про пациентов, ну, вообще про любых людей, да, в разных ситуациях. Я не помню, кому принадлежит фраза, что, ну, вот это есть человек разумный, человек трудящийся, человек моральный и так далее, да. Вот в этой же серии описаний человек – это животное, которое рассказывает истории. Ну, вот так характеризует некоторые человека. То есть, этим, собственно, мы от животных и отличаемся. Я, наверное, попробую, может быть, в процессе к историям перейти, но, может быть, с вопроса, с интересного, на мой взгляд, я бы начал, или, скорее, с замечания, если говорить о кабинете психотерапевтическом. Часто приходится напоминать себе и предлагать эту идею людям, пришедшим, которые задаются вопросом, ну, вот, после того, как они рассказывают что-то о себе, ту самую историю, о которой вы спросили, да, дальше идет вопрос, что мне с этим совсем делать. Скажите, что с этим делать. И в определенном смысле люди, задавая такой вопрос, ну, как будто готовы что-то делать, ну, в том числе в буквальном смысле, да, что мне делать, там, вести дневник, там, что-то, пить таблетки, с кем-то поговорить, поехать отдохнуть и так далее, да. То есть в этом вопросе есть идея, что моя ситуация, мои переживания такие невозможные для меня сейчас, что срочно нужно что-то сделать. И пространство для действия обычно, пространство для действия обычно выбирается внешнее пространство, да, ну, бегать можно только вот вокруг дома, да, и так далее, и так далее. Да, мы как-то в одной из программ говорили, что, это может быть даже года два было назад, что при панических атаках иногда вот эти какие-то физические испытания тоже становятся частью терапии. Не обязательно панические атаки. Вот, например, человек страдает год или два от утраты, от смерти близкого. Что ему говорят друзья, знакомые или близкие? Ну, съезди куда-нибудь, отвлекись. Да, переключись там. Это же тоже проделать, да. Поедь на море, я не знаю, поедь на Байкал, там еще куда-то. Смени работу, то есть идея о том, что одни увлечения или одни впечатления, не увлечения, впечатления позитивные должны перекрыть негативные, да. Ты устал на работе, у тебя профессиональное выгорание, ну, посмотрите, да, нужно что-то делать. А что нужно делать? Нужно поговорить с руководителем, нужно пересмотреть свое какое-то, значит, отношение и что-то сделать, нужно меньше времени проводить. То есть я к чему? Я думаю, что количество примеров достаточно. Но суть психотерапии, она во многом не в том, чтобы предложить человеку какие-то действия, а в том, чтобы его, фокус его внимания перевести из этого внешнего пространства на внутреннее. И чтобы он научился в этом внутреннем пространстве ориентироваться, да, чтобы у него появились хотя бы слова для тех процессов, которые у него внутри происходят, ну, потому что кроме, например, я там, не знаю, подавлен, у меня горе, все, как будто бы вот это такой исчерпывающий рассказ о том, что со мной происходит, да. Ну, в процессе терапии там же много слов приходится осваивать. Осваивать, вводить и, в общем… И не то, что… Это же не просто слова, да, это слова со смыслом, которые относятся, вот именно соотносятся с процессами. Ну, вы правы, в какой-то степени это похоже на путешествие по внутреннему пространству, так как нас научили папа с мамой и какие-то другие важные люди, когда водили нас по окружающему миру и говорили, вот это плюшевый мишка, вот это кран с водой, вот это чайник, да, ну, называя и как-то характеризуя эти предметы. Вот в определенном смысле работа психотерапевта, психолога, она тоже сродни этому. Мы ходим, в кавычках, по внутреннему пространству и начинаем каким-то образом обозначать эти внутренние объекты, эти внутренние какие-то данности. С кем-то это лучше получается, с кем-то хуже. Но я еще раз хочу подчеркнуть, на мой взгляд, эту важную идею. Я полагаю, что наши телезрители, по крайней мере, те, кто бывали на приемах или сейчас приходят, они про это знают и помнят. Но иногда мы про это забываем. Перевести внимание из внешнего во внутреннее. И мы наблюдаем очень важную связь, что когда человек внутри разобрался с каким-то вопросом, ну, например, с этим, что именно его так тяготит в связи со смертью с чьей-то, что именно его выводит из равновесия на рабочем месте, почему он в своей… Ну, или почему он чего-то избегает, не меняет в своей жизни, да, не принимает каких-то таких решений судьбоносных. Или почему его голова, его ум заполнена навязчивыми разговорами, например, с кем-то или навязчивыми воспоминаниями о чем-то, да, о каком-то разговоре с кем-то, о конфликте, и он к этим эмоциям возвращается, да. И мы наблюдаем, что когда понимания об этом у человека становится больше, понимания, переживания, информированности, если хотите, то сам собой как будто решается вопрос, не как будто, а сам собой решается вопрос, что делать. Потому что когда я начинаю лучше чувствовать и понимать, что происходит, для меня что происходит, да, то вам не надо мне говорить, что мне с этим делать, потому что я становлюсь лучшим специалистом по тому, что… Как я к этому отношусь, да, и вот эта вот работа в зоне мозга, да, или в зоне психики, она, ну, характеризует, собственно, психотерапевтические процессы, отличает его от обычных разговоров. Это один момент, и второй штрих, мне кажется, вы что-то хотите сказать, но я сейчас мысль завершу, и второй штрих, когда… Говорите, потому что я свою мысль подумала и тут же ее потеряла, потому что начала слушать вас внимательнее. И второй момент, не всегда люди на это сразу соглашаются, они говорят примерно следующее, там нечего делать, в смысле во внутреннем пространстве, я уже несколько лет там копаю. Ну, такая метафора тоже интересная, да, раскопок. Копаться в памяти, копаться в детстве, копаться в переживаниях – это такая тоже, по сути, как это сказать, географическая метафора. То есть для того, чтобы копаться, нужно какое-то пространство, нужен инструмент для копания, мы предполагаем, что что-то где-то спрятано, ну, понятная в этом плане метафора, вложенная внутрь. И он говорит, я уже, то есть специалист говорит, нам, наверное, нужно будет как-то вот там внутрь заглянуть и что-то там. Он говорит, вы знаете, я уже все раскопал, все, что мог, и там пусто, там нечего больше копать. Ну да, мы же тоже с вами об этом говорили, приходят и говорят, я эту проблему проработал там с предыдущим психологом или где-то на тренинге, или в ютубе посмотрел ролик, как проработать, не знаю, злость на своих родителей, например, или на своего начальника. Я сегодня, когда предполагал, что у нас об этом зайдет разговор с вами, я еще вспомнил одно высказывание, почему-то оно у меня к Юнгу привязано, возможно, это он сказал, о том, что люди не решают проблемы, ну, речь шла о душевных проблемах, они становятся взрослее, то есть они их переживают, но в смысле, через какое-то время возвышаются, да, то есть проблемы становятся младше для людей, то есть это такой способ преодоления проблем, да, это не способ решения, это не функционально, пойти налить чай, это способ вот как раз этой самой внутренней работы, поэтому, ну, внутренней какой-то жизни, что ли, с проблемой. Я сейчас говорю, наверное, как экзистенциальный психотерапевт, есть такое сложное словечко, специалисты в этом разбираются, люди, которые приходят на прием, не должны, не всегда интересуются этим, но, в принципе, большая часть душевных проблем связана с той самой экзистенцией, то есть с тем, как человек есть, конкретный человек есть в окружающей его действительности, потому что моя действительность и ваша действительность, действительность наших зрителей, каждого из нас, она кардинальным образом различается, мы можем видеть одно и то же, но относимся мы к ней по-разному. Ну, и смыслы, наверное, разные. И смыслы разные, и переживания разные и так далее. И если мы об этом не думаем, если мы не заглядываем, вовне мы видим одно и то же. Человек с кем-то поругался, человек в каком-то конфликте поучаствовал, мы видим одно и то же. Но как это было и есть для каждого из участников конфликта, мы можем узнать, только заглянув в это внутреннее пространство. Если мы не заглядываем, сказать, молчи или высказывайся, ну, то есть перевести опять это во внешние действия, да, или сдержись, или сразу прямо все скажи, это все будет пальцем в небо. Ну, к человеку это не будет иметь никакого отношения. Это будет иметь отношение только к нашим каким-то стереотипам, и, может быть, к пониманию самого специалиста, да, тот специалист, который говорит, сделайте так-то, так-то, так-то. Это он советует, скорее всего, себе. И то большой вопрос, сделает он так или не сделает. Мы об этом не знаем, потому что, помимо того, что совет выдается... Ну да, например, совет, разговаривая с человеком, с другим прямо, да, и, например, прямо заявляя о своих желаниях, то тот, кто начинает говорить прямо, но тот, кто получил эту рекомендацию, у него же вот эта прямота тоже имеет свои какие-то формы и границы, возможности. Конечно, конечно. И тогда вот как раз то, о чем вы говорите, да, научиться ориентироваться в своем пространстве, это где-то вот так вот, ну, наверное, то, что называется рефлексией, да, рефлексией, где мы заглядываем, и вот эти границы, вот эти свои возможности мы оцениваем и понимаем, там, да, был ли я достаточно прямолинейно или нет, было ли мне страшно во время этой прямолинейности, или, наоборот, я злость испытывал, что меня вынуждают быть прямолинейным? Мы не только заглядываем, ну, кое-какие процедуры нам известны, процедуры не решения, не результаты, не ответы, а процедуры, с помощью которых эти ответы могут быть получены. Ну, например, когда человек разбирается в своем внутреннем, заглядывает, согласился и заглядывает в свое собственное внутреннее пространство, и у него там тягостные переживания в связи с разговором с кем-то, ну, с какой-то значимой фигурой, да, то одной из процедур, например, является, иногда это интуитивно у человека получается, иногда, когда ему предлагается такая процедура, специалист сталкивается с сопротивлением серьезным, процедура такая, а что вы чувствуете, если бы вы были на его месте? Ну, взяли ли вы его халат, или, как иногда мы говорим, его тапки, да, его костюм, если бы вы надели, как вы себя чувствуете в этом? Как вы в этом себя чувствуете, глядя на себя, да, как вы себя понимаете с той стороны? Ну, есть же еще и техники такие, да, когда человеку предлагается даже пересесть на пустой стул, ну, сначала там нарисовать образ оппонента, а потом пересесть и уже прям вот ощутить, после визуализации уже как-то так вот телесно в эту фантазию погрузиться. Да, вы правы, техник много и целые почти, как это сказать? Как это называется техника? Ну, техника пустого стула, или техника горячего бывает стула, или, допустим, та же самая психодрама, в которой человек в группе, с группой, со специалистом, назначая своих коллег по группе, своих попутчиков по группе, назначая на роли тех фигур внутренних, да, которые у него есть, и запуская между ними взаимодействие, но, по сути, экстериоризируя, то есть публикуя вовне, вынося вовне то, что у него внутри находится, он таким образом лучше может прочувствовать, понять, а что же происходит между этими внутренними сущностями, между этими внутренними объектами. Это интересный и важный процесс, потому что опыт показывает, что это взаимодействие внутри нас так или иначе происходит. Ну, то есть человек замечает, что на протяжении дня он с кем-то сознательно или не всегда осознанно, ну так, а я, оказывается, там с кем-то дискутирую целый день, или я с кем-то договариваюсь, или я кому-то объясняюсь в любви, да, и слушаю ответ, или я кому-то с обидой что-то высказываю, да, или я кого-то слушаю, да, мне кто-то там сказал, и я… Вот этот вот диалог, свернутый вовнутрь, он продолжает звучать, и он как будто обрывается на каком-то слове и возвращается к началу. И люди замечают, что… То есть как заячная пластинка такая. И от нее очень… иногда устают люди, да, и иногда это очень болезненная пластинка, да, иногда сам человек, когда он слышит в кавычках обвинение в свой адрес, он соглашается с этими обвинениями, но я иногда говорю, что кто-то во мне является, как это сказать, ну, не то что предателем, да, а перешел на сторону чужую, он против меня, этот я, он против меня свидетельствует, он говорит, это ты виноват, это ты плохой, да, ну, что-то случилось, вот вам история одна недавняя, там мне молодой человек рассказывает, что он увлечен, значит, хоккеем, и там какие-то его друзья пошли на хоккей, и один из друзей по его, как это сказать, увидев его, тоже пошел на хоккей, его друг, да, и сломал себе там ногу. И мой пациент чувствует себя виноватым, хотя он никак не причастен, это не он был на коньках, ну, вообще он из-за этого человека… — Он просто был носителем информации, да, который был для другого человека. — Он был носителем, да, да, но он говорит, ну, из-за меня, из-за меня мой друг сломал ногу, вот, и сказать ему, слушай, ну, ты не причастен или еще что-то, это вот таким образом не работает, стало каким-то важным для него событием. — У нас звонок, Алексей. — Да. — Здравствуйте. — Как вас зовут сначала? Подождите, перебью. Как вас зовут? — Да, да. Меня зовут Марина. — Марина, да, и если можно, чуть погромче говорите, пожалуйста. — Ага, по-моему, есть схема такая, что в медицине можно его вот инфицировать, и опять на изучение, чтобы, когда бывает на банды, и ставить диагноз на 3 минуты. Это, например, в хрене, а вот, ну, как это вот покончилось, чтобы он понял, что мама лечится. Это, к сожалению, предлагать другие методы, если это либо вызвать скорую саму, или в пользу того, чтобы связать, и отвезти, ну, либо в частности, или в связи. — Марина, вы про сына говорите? — Да. — Я прошу прощения. Вы про сына говорите? — Да. — Ага. — И, правда, плохо слышно, я переспрошу. Вы говорите о том, как сподвигнуть, как инициировать сына к получению помощи. Правильно я услышу? — Да, чтобы он наконец уже понял, что ему надо. Ну, вот-вот. — Марин, может быть, неожиданный… Я вижу, что Елена мне сигнализирует, что у нас немного времени, и я попробую, по сути, ответить. Не помню, в прошлый раз я говорил или нет. Марин, может быть, хорошим шагом, может быть, неожиданным, и вы не очень к этому готовы, будет ваш приход к психотерапевту. Ваш лично или, может быть, ваш с супругом. Мы смотрим на душевные расстройства, в том числе шизофренического спектра, как на сейчас, как на расстройства не только одного человека, а как на такие системные расстройства, да. Система страдает. — Семейная система. — Да, да, я хотел сказать. В данном случае система является семья. И не всегда, и ваш случай показательный в этом смысле, такие пациенты идут к психотерапевту. Я не буду останавливаться на каких причинах. В связи с волевым дефектом, который у них развивается, в связи со своими предубеждениями и так далее, и так далее. В этом нужно разбираться. И вы не первая мама, не первый родитель, кто приходит ко мне на прием и говорит, вот я бы хотела к вам сына привезти или дочь. Я не знаю, как его уговорить и так далее. И тогда я говорю, давайте вы начнете ходить сама. Или вы начнете ходить с супругом. Это будет сигналом для вашего ребенка о том, что не только он, ну, виноват, болен или за это отвечает. Не только он пошел, да, может быть, ему страшно, но пошли его родители. Это будет для него сигналом. Вы что-то лучше начнете про него понимать и о ваших коммуникациях. И, может быть, тогда найдете слова, какие можно было бы произнести, чтобы он пришел. В общем, получается, что начинать стоит с себя. И у нас есть практика, когда люди приходят, родители, да, или супруги, если другой супруг не хочет идти. И, в общем, это не та ситуация, где, ну, все-таки приводите его за руку. Приходите сами. Понятно, нет. Просто мы один в три года заболеем, но я не знаю, мне награды в три дня. Вот вы очень точно, Марин, простите, вы очень точно сказали, мы болеем одиннадцатый год. Вы болеете вместе с ним. Ну, да. Да, и поэтому вам, наверное, и приходить. Да, вы пришли, и тогда со специалистом, специалисту вы сможете задать те вопросы, которые вы сейчас задаете мне. Марина спрашивает, да, если то, что он взрослый сын, как я слышала, это не имеет значения. Ну, мы же вырастая, и будучи тридцати, сорока, пятидесятилетними, мы все равно остаемся сыновьями своих родителей. Слава Богу, если я… Вот, и может быть, да, Марин, да, спасибо вам за звонок, я просто откликнуться хотел, да. Да, сейчас Марина не случайно, это у родителей, у близких тоже так происходит, да, вот этот экскурс в прошлое. Пятнадцать лет болеет, там, когда-то переболел ветрянкой. То есть, ну, люди привыкли, и тоже работают, я коротко, различные механизмы совладания с этой непростой ситуацией. Люди ищут причину там, и не видят поддерживающих причин здесь. И поэтому они как бы говорят, ну, а что я пойду, ну, эта ветрянка же, там, 20 лет назад, все же случилось уже, сейчас вот, ну, как будто ничего не сделаешь. И поэтому серьезная работа психотерапевта, психологов, да, в том, чтобы предложить другую идею. Аргументированно предложить, выслушать, может быть, где-то выслушать, почему это не подходит человеку и так далее. Ну, мне кажется, вот звонок Мариной очень хорошо ложится в нашу сегодняшнюю тему, где мы начали говорить о том, найти слова для названия внутреннего, ну, пространства, да, тех процессов, которые происходят. А семья – это вот тоже пространство, и участие родителей поможет разобраться, в чем это. И Марина очень точно сказала, я прям за это, да, мы болеем, вот, поэтому мы болеем, нам и приходить. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу, спасибо вам, Марин, большое за звонок, до свидания, берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин